Друзья, всем доброе-доброе утро! Сегодня первый день весны, 1 марта, и говорят, что сегодня день кошек. А наш кот вчера нас напугал очень сильно. Он целый день не приходил домой. И не ел, и не приходил. А сегодня с утра пришел. Он где-то вчера дрался, потому что он жаловался на спине, что-то у него не в порядке. И как будто собака его тяпнула, слюна на шерсти была. Но вроде как оклемался. Сегодня даже с утра съел двойную порцию. Вот умывается. Целый день спал. Сейчас без 15-17, 5 часов вечера. Скоро будет. И он целый день проспал, и сейчас снова ходил к своей миске, поел, и вот и умывается. Сидит. Сильвестр, ты зачем нас так пугаешь? Мы же к тебе уже привыкли. Он чешется, чистится. У него даже шерсть встала какая-то лохматая, это, клочьями. Полетят клочки по закоулочкам. Ой, котик наш марафет наводит. Это что, март наступил месяц, а он прям вчера куда-то исчез. Битва котов, наверное, была. Да и собака, наверное, какая-то его помяла хорошо. Мышь, шерсть, шерсть подавился. Мышь его гладили, гладили, играли с ним, играли. Он кверху позом ложится. Сильвестр, не надо шерсть есть. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Сильвестр. Не хочет даже оборачиваться. Кс-кс-кс-кс-кс. Не совсем проснулся. А, Кисуля? Кисуля? Ну, давай, покажись. Язык такой. У него такой язык шершавый. Как будто терка, которой пятки трут. Он мне руку облизывал. Такой шершавый. Ну, вот. А спал он у нас сегодня на подоконнике целый день. Хвост и задние лапы свесил на батарею и спал. Вот такой вот котик у нас. Мне, правда, с вчера даже скучно без него стало. Привыкли мы, наверное, к нему. Такая вот лохмушка у нас есть. Вот этот половичок он любит. Здесь лежать тоже любит. Нравится ему. У кого есть ваши кошки, у кого в семьях есть кошки, погладьте их немножко. Приласкайте. Сегодня их праздник, их день. Я сегодня утром вам показала, какой был туман у нас. Мне Ляна Сажина написала, что раз с утра туман, то днем будет солнечно. Вот в пять часов вечера уже скоро. И солнышка нет. Все еще пасмурно. Сейчас посмотрим на наши дороги, которые зимой чистил трактор. А сейчас тут вода и земля видна. Но снега еще очень много. Слышите, петух у кого-то поет. А может быть, наш. Сегодня птички чирикали около окна. Утро в деревне, да? А у нас день в деревне. Петухи перекликаются. Вот так и кот где-то воевал за территорию или за красавицу какую-нибудь. Я снова подошла к своим будущим растюшкам. Но здесь только перчик появляется. Но вчера я вам показывала одну дорожку, вот эту. Вот. А сегодня вторая уже взошла. И третья начала сходить. Вот. Перчики сходят, сходят. Так, а вот здесь вот горькие перцы. Я сняла пленку, потому что первый уже взошел. Вот он. Оп. Сейчас вот так сделаю. Видно, да? И спасибо большое. Мне написали, что томаты на 8 марта не надо сеять, потому что день для посадки 13 марта будет ближайший к 8 марта. Ну, так и посею томаты на рассаду 13 марта. Спасибо, друзья. Вы вообще, мои хорошие подруги, друзья, вы меня направляете, поправляете, учите, обучаете, наставляете. Вообще это интересно. Как мы жили в стране советов, так и продолжаем жить, наверное. Советуйте мне все. Спасибо. Вот здесь у меня растут фиалки другого цвета. Вчера я показывала сиреневые, сегодня голубенькие. Вот такие. А рядом стоит деревце. Сейчас попробуем сфокусировать. Вот такое деревце. Все пушистое, пушистое, пушистое. Это из зернышка выращенный гранат. Вот сиреневая. Вот сиреневая. О, фиалочка красивая. Но это гранат. Я его летом на улицу выставляю, а он почувствовал осенью, что пришла осень, и листья скинул. А когда мы снова его занесли в дом, он опять листья распустил. кустик вот этот, я говорю, он, потому что кустик. Кустиком растет. Я ему даже стволы как-то переплела, постаралась вот тут. Вот так. Не знаю, видно вам, не видно. Вот так. Не видно. Поверьте на слово. Старалась сплести в косичку. Друзья, ничего сегодня не пекла, потому что вот все осталось печенье. Внук не приходил вчера, и сегодня со школы не заходил. Поэтому будем сами есть. Или в выходной кто-нибудь придет, поможет. А пока я ходила на второй этаж и показывала вам свои сугробы, и дорогу, и небо пасмурное. Тут наш красавчик уже вот такую позу принял. Смотрите. Кузико у него светлое. Туда подшерсток у него светло-серый, а сам какой-то черный. А летом шерсть была в коричневом оттенке, выгорала. Сильвестр. Хорошо тебе, что ли? Ну ты же целый день спишь у нас. Гулёна ты наша, Гулёна. Даже не ворочается. А ведь слышит меня. Я зашла в комнату, он мяукнул. Но не хочет. Вот смотрите. Этот коврик. Размер у него 80, по-моему, сантиметров. Или 85. Диаметр. Диаметр, да. Не радиус же. Диаметр. И вот какой кот у нас длинный. На нём лежит в свободном полёте. О, какой. Кисуля. У него зубы такие большие. Он лежит с закрытым ртом, а зубы у него сверху торчат. Кс-кс-кс-кс. Сильвестр. Нет, не хочет он сегодня с нами здороваться. Ни с кем. Давай, смотри сюда. Глаз открыл. Опа. Кот, сегодня весь тебе посвящается ролик, наверное. Ну, пузико такое. Ну, пузико. Я его то ногами, то руками глажу. Котик. Мррр. Потянулся. Вот так. На другую сторону. Вот так. Мешаю я ему. Вот сейчас видны его зубы. Смотрите. Сверху прям. Рот вроде закрыт, а зубы видны. Хищник он у нас. Хищник. Опа. Что-то там снится ему вкусненькое, наверное. Жуёт во сне. Будет спать, наверное, до самого вечера. Языком мелькает он. Котик. Сильвестр наш. А теперь я вам покажу наш огород и сад с другого окна, который выходит в огород. Смотрите. Тропинка уже очистилась вся. Дорожка к теплицу. Теплица приоткрыта. Слава туда снег насыпал на грядке. А с крыши капает копель. Тут вот подтемнел даже снег. Вот. Первое марта. Но у нас ещё зима. Но воздух такой стал. Совсем другого вкуса и запаха. Мы сегодня ходили, гуляли. Так приятно, а хорошо. Всем хорошего дня. Хорошей весны. Хорошего вечера. Прекрасного настроения. Будьте все здоровы. А я буду иногда к вам заходить в гости. И что-то рассказывать о нашей жизни. А вечером без записи. Продолжение следует...